Ну, на самом деле, бан инвокера, то ли они там что-то знают, что-то знают, действительно. Бан инвокер это настолько нелепо, как-то смотрится. Ну, ладно. Под комбинацию, под какое-то. Ну да, инвокера от веги я не помню, но может быть где-то практиковались здесь. Мы знаем китайцы... Да тут с большей вероятностью... Хотя нет. Ладно, не буду даже договаривать. Слишком жесткая мысль, да, зашла? Да, слишком жесткая мысль. Как мы знаем, китайские команды инфу передают друг другу очень серьезно. И на турнире их традиционно много. Да, ну или банли Кану. Рейс Кинг. Сразу практически. Вот это интересная комбинация. Рейс Кинг это кэри... А, и... Вайпера. Тоже практически не раздумывая для ноу... Уана. Хороший кэри против того же ВК. Вайпера сможет его... Плевать в него, не давать ему... Убить. И что самое приятное... Квопа против этого персонажа стоит так себе. Тяжело харасить. Ну вот сейчас посмотрим. У нас тоже была там какая-то аналитика с Фобосом. Габлаком они там обсуждали о том, что Вайпер против... Ну, Акаша грамотная против Вайпера может стоять очень хорошо. То есть она может перестоять Вайпера. Но вообще, по логике, я вообще не знаю, как это возможно. Когда у одного этого есть нейротоксин и вот этот коррозив скин. То есть ты закидываешь Shadow Strike, сам получаешь больше урона, чем наносишь. Делаешь стычку, сам получаешь больше урона, чем наносишь. И как ни крути, тут Вайпер вроде должен ту Акашу вертеть. Но посмотрим. Я думаю, тебе скорее, во-первых, за счет того, что Квопа Вайперу ее... ... никак не поцепить практически. У него нету стана и без контроля это сделать тяжеловато. Это да. Возможно за счет этого. Мы сегодня видели уже одну такую линию и... Ну, Квопа постояла, в общем-то, неплохо. Айс Асяя сыграет на Тускаре, Супер играет на Квопе. Финрир забирает себе Опарейшена. Ф-Вай играет на Рубике. И Бёрнинг на Кэрри Рейскинге. Паша поиграет у нас с Гирокоптером. Мак над Дарксирием. Ноуан Вайпер соло будет играть Найт Сталкером снова. Ну, а Сёма Дисраптор. Такая вот Дота у нас идет вперед. Раньше, вот несколько лет назад, мне тяжело было вообще представить, что кто-то в начале игры делает какое-то ТП, там бежит ставить эти ворды. А сейчас, мало того, что делает ТП Мак, так еще его в третьей игре, уже понимая, что он делает так и в первой, и во второй его встречает Ф-Вай, гоняя, не давая поставить вард. Такая борьба начинается тактическая с самого начала. Да, конечно, команда же пересматривает реплеи друг друга, и тем более подобные вещи. То есть, этот начальный мувинг, он очень многое... Его очень легко прочесть. То есть, о, приплей запустил, первые 10 секунд посмотрел, и уже видишь, как действует твой противник. А действует он практически из игры в игру одинаково, даже вот элементарно вот этот. Самое забавное, этот вард является исключением из всех правил, потому что Вега ставит его в каждой игре, но я видел, по-моему, один раз за все время вообще, чтобы этот вард кто-то находил и сбивал. Ну, знаешь, мне кажется, команды в курсе того, что этот вард тут стоит, но они, наверное, считают, что, ну, пусть ставят свой вард. Наверное, нам он не страшен. Может, как-то так вот рассуждают вичи гейминг, поэтому они этот вард не торопятся ломать. А вот в миде они поставили Ops, поставили Сентричник, и это для того, чтобы был как бы вижен на вайпера у Queen of Pain, чтобы можно было там харасить его. Так, Сентричник ответный сразу ставится. Оба, кстати, Сентричника были съедены, ничего себе. Реакция. Реакция. Очень выгодно есть вард. Умного хп восстанавливаешь за счет этого. Да, там Тангус начинает тебя дико регенить, но они оба фуловые, поэтому вард при фуловых хп делают чисто для того, чтобы поломать непосредственно вард. Ну, пока нейротоксины изучены у Ноуана, на него можно закидывать Shadow Strike и его напрягать им. А он даже взял потом poison attack, то есть до сих пор без... Ой-ой-ой, Паша, а как же много крипов, и First Blood забирает Ice Ice Ice, просто зажимая в этой огромнейшей пачке, нажимать Rocket Barrage... Потому что первого левела все на все. Вообще, у него флагкэнон, во-первых, изучен, я первый раз подобное вижу. Это во-первых. А во-вторых, то, что, конечно, так потавился Паша... Ну, игроки такого уровня, конечно, так глупо не должны подставляться, это фейл, безусловно. Благо, был первого левела, и Туск не так много хп получил, но согласен с тем, что это действительно фейл. На самом деле, такой билд, вот этот вот флагкэнон, Сайлент часто делает. Практически всегда он флагкэнон в приоритете качает, любит это так раздавать. Ладно, в приоритете, но на первом левеле, как ни крути, тебе лучше Rocket Barrage брать. И на первом тоже. Ну да, здесь ему Rocket Barrage бы, правда, тоже не помог, но все же. Здесь, скорее, просто то, что подставлялось под пачку крипов очень неудачно. Да, это само собой. Rocket Barrage бы ему никак не помогли. Понятно. Квапа берет себе второй Shadow Strike. На самом деле, кстати, против Вайпера имеет смысл, потому что, ну, первый-то он вообще дамажит слабо, и ты возвращаешь себе больше. А со второго хоть какой-то дамедж. С другой стороны, против Ренджей зачастую стараются все-таки брать как-то... Да, и со вторым ты нифига не будешь дамажить. Там все равно резист магический неплохой. Ой-ой-ой, Соло. Соло тут навел экшена. Эх, да. С Пласочки отпевается Супер. У него уже почти есть деньги на боттл. Буквально чуть-чуть там надо доковырять. Ну и так проблемы у Супера против No-1. А тут еще и всякие Найт Сталкеры бегают. Соло Роумит. Мага вынудили оттянуться в свой лес. Делает это довольно рано, но вот уже взял себе третий левел. И лес будет фармить быстро. Здесь такая хорошая синергия. В то время, как Дарк Сир фармит леса, Вайперу стаки-то делать бесполезно. Он все равно бы их не смог зафармить. Очень мало возможностей для этого имеется. Сделать стаки-гирокоптер можно, в принципе. Но ничего страшного в данной ситуации, что Дарк Сир фарманет. Если бы стоял Сеф, да, это было бы крайне нежелательно. Но сейчас это явно в плюс. Срезает Сигиль. Сема. Найт Сталкер потихонечку вкачивает, чтобы первой ночи он хотя бы третий левел имел. Ну и прогоняют Айсайсайса. Все мы не смотрели на Бернинга, что он там делает, вообще чем занимается. Ну, у Бернинга все в порядке. Топорик, вкачана аура. И потихоньку-потихоньку он раскачивается. Выход в смоках сейчас. На Вайпера. Ноуана цепляют. Здесь же Queen of Pain. Дается чилинг тач. Ноуан. Замерзнет или нет? Нет, выживает. Ноуан. И, боже ты мой, три героя стоят в кинетик филде, но убить их нереально. Да, они еще и с чилинг тачем этим. Они еще сами могут убить, если подставишься. Я, честно говоря, подумал в какой-то момент, что Сема сейчас лопнет. Он так водро вписался за своего тиммейта. Но Вайпера пробить очень тяжело. Как мы видим, второй коротив скин, и демиджа практически не зашло. Тем временем, Соло приходит у нас на мид. Квапу взять тяга. Тем более, ведь Сайланса. Но только ночью, да, и то с Сайленсом. Да, Сайленсом изучает. Ночь. Сайленс длится пять секунд. Нападает. Успевает повесить. Хороший шанс. И... Хорошо, хорошо. О, левелл сразу апнул себе. Вот и на следующий можно будет воет апнуть. Входит опять Вайл, на этот раз в инвизии. Но, по-моему, понятно, что с таким вайпером разобраться очень непросто. Он съедает ангуз, фуловый, со вторым коротив скином. Все хорошо. Единственный минус. Вот магу бы уже оттянуться на топ. Здесь ВК сломал половину вышки. Можно было спокойно надкинуть пару щитков. Квин оф Пейн приходит на лайн. Шестого левела еще нет. Без шестого с вайпером разговаривать очень тяжело. Чилинг тач, вайпер. Ну, да. Заблочили. Но вообще тут как бы четверо, поэтому... Сомнительный фраг пускается, потому что потратили очень много времени. Еще и вчетвером. Да, забрали. Хорошо. Но у вас четыре героя. Здесь и ничего вообще не делают. Так, у Найт Сталкера, кстати, тут довольно интересный момент. Он пилитры из Кинга, у которого пятый левел. Если бы он пошел дальше, но он себе просто ничего не купил, у него еще сто голды. Даже ту же урну, она бы ему дала немало статов, и можно было бы до конца попытаться. Пойдет. Так, да, да, надо, надо. Сружи там потом еще повесить какие-то. Сайленс повесил, Бернингу больно. Мак блочит собственного тиммейта. Молодец, Мак. Здесь небольшой фейл, как по мне, в том, что он реально блочил Найт Сталкера, он Айншелл, а не жег. Да нет, там Айншелл сжег, он добили бы 100%. Они бы просто тогда пошли дальше. А так, смысл идти дальше, если у него еще половина хп. А так бы они пошли дальше. Он слишком долго блочил. А Айншелл нанес урона, там, ну не знаю, 30-ку, 40-кет максимум. В итоге Вичи Гейминг стягивает двух саппортов, и моментальное решение от Веги отступить. Очень правильно. Очень вовремя. Ни к чему здесь. Так, Винов Пейнт до сих пор не может взять себе шестой, но правда и Вайпер еще не шестой. Так что здесь ничего удивительного. Стягивается Найт Сталкер. Да, еще один телепорт, урнув он себе. Докупил. Хорошо себя чувствует Найт Сталкер. Четвертый левел за первую ночь. Так, навел немножко экшен на карте, помешал ВК пофармить, убил Квапу. И по крипам все здорово. И Дарк Сир, посмотрите. Пятый левел. Начинает кидать щитки. И в тяжелой ситуации у нас может оказаться ВК. Потому что все-таки милишнику здесь непросто. Взял, конечно, уже ультимейт. Хотя тоже вот вопрос. На мой взгляд, лучше оставлять этот скиллпоинт. Особенно в первой. Конечно, да. Ну, задроты, рискинги так и делают. Судя по всему, Бернинг не из этой. Во-первых... Сойдет и так. Да, он думает, а ну его что-то там выпендриваться, что-то изображать. Прокачай ульт. Ази-сайз снизу подстрял немножечко. Кул даун. Под Сайленсом Ази-сайз. У него маны еще и нет. Он бы даже без Сайленса погиб. У него без шансов. Да, а супер со вторым скримом фармит тут этот мультиспаун, который мы сделали. Ну, со вторым, конечно, это очень долго. Но, тем не менее, хватает, на мой, для того, чтобы это все зафармить. Возможно, еще даже пойдет зафармить верхний. Много получил здесь экспириенс. Тем временем, выход на Апарэйшена. Вайпер дает ультимейт. Соло успевает выйти. Цепляет Вайпер, ультимейт, но не попадает по Соло. Соло в итоге на лоу-хп. Вайпера пытаются забить. Но Вайпер просто уходит домой на телепорте. Соло спасается, убегая пешком. И невероятные дивиденды извлекают Вега из этого ганга. Они убивают Апарэйшена, стягивают всю команду соперника в мид и не теряют никого. Лучше представить тяжело. Огромный плюс. На самом деле, тут должны были два героя погибнуть, но эти два героя выжили. Как он там ТП вообще сделал, это не совсем понятно. Вот еще раз отмечу, но у Ан, одна из его сильнейших сторон, это именно чувство того, что нужно делать. Если нужно убегать, он будет убегать. Если он понимает, что убежать нельзя, он постарается вписать максимум демеджа. Если нужно делать ТП, то делает ТП. Это то, чего не хватает даже на профессиональной сцене очень многим мидерам. И очень хорошая такая черта, чтобы он у Ан и не отнять. Он максимально сконцентрирован, он видит, кто что заюзал, он видит, могут ли ему сбить телепорт. Взгляд в будущее. То есть он имеет очень-очень хорошее такое виденье происходящего. Не всегда, конечно, это стопроцентное, но тем не менее... Ну, само собой. Ну, то есть, как бы человек трезво оценивает. Так, ой-ой-ой, тут у нас курьерчик летит, но тисераптор вряд ли сможет подрезать курьера. А вот дать вижен на кашу, ах, ульты нет. Ну, еще только четвертый левел, все мы. Опа! Спалил. Супер должен был видеть. Да, игрок такого уровня, конечно, должен был спалить контору. А может быть и нет. Ну, зато экспу делит. Хоть и крипов убить не может, но делит экспу. Инвис уже скоро кончится, экспу с этих крипов он уже, походу, не поделит. Надвалить. Иначе может просто умереть. Надвалить. А, Рубик ставит вард. Что делать? Засада! Нас окружили. Телекинез не успел дать. Так, а телепорта-то нет. Выпрятался, съел танго, сидит. Я не тут, я в домике, я не здесь. Ребята, не надо, nein, nicht. И все. Нет, добьют его. Да, но мне кажется, сам не понял, что в какой-то момент ТП-то нету. ТП нету, и даже если тебя не заметят сразу, все равно отсюда никуда не уйдет. Да, небольшой мисплей от съемы, который как бы привел, опять же, к небольшому фиду. Ну, ничего страшного. Съемки можно простить подобное. Он все-таки на фулл саппорте играет, ему это реально можно простить. Оперейшн уходит на мид, нужно добивать себе потихоньку шестой. Как и Девятеру, кстати говоря. Гирокоптер уже взял солидный левел, может быть попробовать зафармить стаки, которых нет. Ну, или просто уйти в лес. Так, айсайсайца находит, глимпс, возвращают колдаун. Покатился назад. Ну, и здесь вряд ли куда-то ему дадут уйти. Да, слишком много дэмэджа. Сроки от баража, хороший фраг. Ну, купил все стековичи. Погиб. Смертью храбых. Храбрых. Маг, тем временем. Почти мекка у мага. Да, да. Ну, так вот, Дарксира не видно, не слышно. А, он там своей работой занимается. Но игра, вот, казалось бы, не супер много, точнее, достаточно много экшен, но не супер много киллов. То есть, как-то так выходит, что постоянно... Какая-то беготня, все что-то фармят, какой-то пытаются навязать экшен. Но сейчас наступит вторая ночь, у Night Stalker 6. И, в принципе, у Веги, если посмотреть, 4 героя с хорошим нетворстом. 4 600 гирыч, 2 500 Night Stalker при этом. Довольно боевой. Кидает пингвинов, айсайсайсайс. Да, ему бы уже ульту поднять было бы неплохо. Канчки он давным-давно себе купил, после них ничего купить не получается. Все, он не так просто. Заходит сейчас на Пашу, и Паше нужно сыграть аккуратнее. Но ты играешь на гирокоптере 8 уровня, уже пора бы самому было куда-то выйти. Но не выходишь ты, приходят к тебе. Продолжает спамить пингвинов айсайсайс. Ульта Парейшена. Впадает в Пашу, но, да, слишком далеко. Нет продолжения. Все-таки засейвился Паша, хорошо сыграл. Рейс Кинг тем временем 6 левел взял, даже 9 уже, взял Блэйд Мэйл. Но пока что никуда не выходит. Уходит домой лечиться. Дарксир фармит вражеские леса, у Дарксира все замечательно. У Дарксира мекка готова. Так, а снизу, снизу поймали Супера, Супер подстрял. Должны его по идее забрать. Погибает мидер команды Вичи Гейминг. И... Вполняет в таберну еще один товарищ. Климс посадил его Сёма. Да, да, там очень грамотно все поймали. Каши не дали даже прокастоваться, и она погибает. Ну и вот есть мекка на Дарксире, есть хорошее преимущество. Как мы видим, 4 с лишним тысячи ведет Вега. Вайпер это герой, который довольно неплохо может ломать ТВРа, если... Их главное чуть-чуть накоцать вначале. И дэмэджа по ним залетает много. Ночь наступает. Найт Сталкер в Инвизия. Найт Сталкера видели, нужно оттягиваться. Фенрир играет аккуратно. Соло заходит в слепую зону ТВРов. И дает разведку. Опять Вичи Гейминг зажались. Рейс Кинг пытается выйти куда-то вниз, опять на гирокоптера. Что ж такое-то, а не на этого... Ну у него бладмейлы. Он сейчас очень хорош против гирокоптера. Если тот нажмет Rocket Barrage, к примеру, или кулдаун откинет, то бладмейлы сразу будут активированы. А если бласт не попал, понял, Паша. Говорит, ага, хорошо. Паша уже давно все понял. Он стоит под этой вышкой и вообще никуда не вылезает. И Вичи Гейминг теряют очень много времени сейчас. Сема спалил. Уходит. Просто с телепорта уходит у нас соло наверх. Сынжа долетела гирокоптером. У него тут фейза, аквила. Сынжа нормально, кстати, за 13 минут. Очень плотный топовый Нетворц. Ваппер след за ним. Дальше идет Дарксир. И вот топ-3 героев. При том, что еще и Найтсталкер, по сути, недалеко ушел. Он там тоже 3000 Нетворц имеет. У Веги жесткое преимущество. Очень жесткое. Инициатива на их стороне. Еще и формят вот так вот лица. Так, в миде очень наглое нападение на Науана. Он довольно плотный, но он не бессмертный, конечно же. Науан перед смертью, понимая, что надо максимально дэмэджа нанести, его, в общем-то, и наносят. Паша тоже подстрял. Ускоряется Рубик в ответ. На мага выживает. Бернингу выбили только реинкарнацию. А теперь что делать? Сайланс. Так, а, кстати, неплохо. Поставили стенку. Тут Блэдмейлы активируются. Попытается, конечно, Бернинг сейчас убежать. Если Глимс, Глимс есть, но нет маны. Ай-яй-яй, нету маны. В миде Найтсталкер забирает. Тускар идет дальше. Еще и второго же получится забрать. Ай-яй-яй, немножечко испугался. Но в любом случае получается сделать фраг. Маг гает. Хорошо, даблкил оформляет Соло. Соло заехал очень здорово. Вот о чем шла речь, что у Веги 4 героя, которые способны биться. У Найтсталкера Нутворс немного ниже, чем у Квапы. Квапа была безраскаста. Найтсталкер смог ее забрать вместе с Тускаром. Нанес демиджа больше, чем Рейс Кинг, больше, чем Квин оф Пейн, Найтсталкер, в этой драке. Да, Найтсталкер нормально напихоньковает. И вот этот войд, что атак спид замедляет очень люто. Поскольку Квин оф Пейн, если бы могла сделать эти пару тычек, то она побила довольно быстро. И все же размин для Веги не очень хороший. Они потеряли вайперов в самом начале. Вот понимает это, ноуан начинает собираться на какую-то плотность, для того, чтобы было сложнее его забрать. И для того, чтобы он сам танковал. Но то, что ноуана забрали вот так пятером быстро, это, конечно же, повлияло. Кстати, вот он тот самый вард, который контрит стандартный обсервер Веги. Прям так хорошо вичи гейминг между второй и три картой поговорили в перерыве. Телепортируются все вниз. Абсолютно все, за исключением Семы. Теперь без исключения Семы. Абсолютно все, за исключением Семы. Продолжение следует... 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 И без Рубика сейчас не задефить. Да и в принципе задефить тяжело, а Егис на Ярокоптере. Вега по графикам уже к десятке стремятся. Очень близки. Опять же, пушк потенциал у Веги довольно слабый, тот же Тавер они грызут довольно долго, но зато у них есть хороший лейт в виде Гирича, который уже БКБшечку сим тарит, что будет выходить тупо в дэмэдж. Рейс Кинг купил рецепт Радианса. Вот так, вот. По-моему, если сейчас Гирокоптер завершит свой БКБ и там купит хотя бы ту же Яшу, там уже всё, этот Радианс просто похоронят. Но Бернинг понял, что надеяться на своих тиммейтов не только у смысла, в особенности на Супера, его явно что-то там торкнуло. Кстати, Бернинг-то с Супером в своё время играли очень много, и такие... Так, нападение на Бернинга. Ну, вот так, его попугать, возможно, не получится. Из-за Блэйдмейла тяжело убивать, потому что ты в ответку себе много получишь. Так бы, может, Гирич и пошёл дальше. Но у тебя нет возможности прекратить кастовать бараш после того, как ты его нажал. Это да. И без БКБ здесь тяжело. Соло 900 монет до Аганима. И в следующую ночь, скорее всего, Аганим уже будет. Допиливает, допиливает свой Аганимчик. Супер купил Агрклаб, походу, что-то БКБ себе сделать. Ммм, смог. Опять Вега нажимает, очень такой... Ну да, есть Даркнесс у Солоча, поэтому в случае чего поражал и можно воевать. Там ещё Глимер Кейп у Дарксира, ну, всё шикарно, у мага. Находят ВК. Сейчас найдут ВК. Найдут-найдут. С Радиком. С Радик. Находят, отправляют его куда-то подальше от своих тиммейтов. В итоге забирают первый раз. То есть ситуация ужасная. Летит ультимейт опорейшена. Заходит неплохо. Отличный Сайлент. Вакуум затягивает Рубика. Великолепная игра. Соник Вейв этот раз. Ну, наконец-таки он его заюзал. Посмотрите, сразу это приносит свои плоды. Есть первый минус. Супер сразу же убегает. Ждёт удобного момента, чтобы ещё кого-то минуснуть. Но там, тем временем, он минусует аппарата. И больше никого взять не получится. Там Супер отменяет телепорт. Теперь останется сидеть в футах на длительное время. Сёма шикарный ультимейт сейчас выдал. Не дал подойти и скастовать на Сейвера из Кинга что-то. Такое наупреждение. Соло, кажется, заметил Квапу. Да, видит её. Но Квапа дает Сайлент. У неё это получается быстрее. Потому что кидается со шмотки без анимации. Ну и размен выгодный получился. Выбили в очередной раз ульту. Забрали больше героев. И графики опять ползут вверх. Я думаю, до следующего Рошана у нас будет длиться игра. Аегис, правда, всё ещё есть на гирокоптере. Но как-то вряд ли уже получится за этот Аегис закончить. Скорее просто будут набирать силу. Да, ну как я уже говорил, пуш потенциал слабенький. Гирич пока слишком плохо в физдэмедже. У него статистика 3-2-13. То есть, ну за ассисты, к сожалению, в доте дают не так много денег, как хотелось бы. И когда Гирич там поассистит, ассистит, ассистит, ассистит. Получает за это денег, как там за двух-трёх крипов. Это, конечно, печально. В то время как без вот этих ассистов он бы мог тупо фармить и получить гораздо больше. Но тут такое. Поэтому у него с сайтом у меня всё довольно-таки напряжно. При том, что лидируют как бы ребята из Веги, а гирокоптер 10 тысяч нетворс. Это меньше даже, чем в Дарксир. Плохо. Вапер выходит в БКБ-шку. Да, ноуан, у него и Саша Яша есть. То есть, он вполне мобильный, атак спид хороший. В общем, и ДПС есть, и живучести хоть отбавляй. Имеет всё, что надо. И вот он, Аганим. Да, да, Аганимчик. Ну и начинается очень длительная ночь. Вообще, вот с удивлением Актаринкора, этот герой, он в лейте становится дичайшим. Потому что с Актаринкором там кулдаун в районе 10 секунд получается на Даркнесс. И когда ты вообще не видишь ничего, была забавная игра, когда Алоха потавил варды, вот такие, знаешь, хитрые. Вот здесь вот вард, там где-то вот здесь вот. Но так получилось, что со включенным Даркнессом вард здесь, он видит только вот эту горку, а вард вот здесь вообще не видит ничего. Да, и Найт Сталкер здесь, конечно, суров. БКБ появляется на Вайпере, снизу у нас подпушивает Дарксир и заходят. Заходят, могут сейчас очень жестко ворваться, видят Супера. У Супера БКБ, Супера так просто не взять. Супер. Ну, тяжело. Двадцать БКБ сразу блинкаут, видят все это дело Вич и Гейминг, понимают, что туда лучше не лезть. Это смертельная такая горочка. Вакуум скинг, опять хорошо. Исклад на Олфаш откидывает Оперейшн. Соник Вейв заезжает также очень больно, пока размен 2 в 1, учитывая реинкарнацию. Рейскинга, Рейскинга после реинкарнации также моментально стирают. Два БКБ и, в общем-то, чихать хотели они на эти Блэдмейлы. Супер под Сайленсом. А, нет, он не под Сайленсом, отблинковался. Это он Сайленс повесил. Это он сам, да, повесил Сайленс. Отменил вовремя блинк, потому что его возвращали, если бы он блинканулся куда-то сюда, его бы вернуло обратно к вышке. И очень вовремя сыграл. На самом деле, Сёма тут уже просто начинает разводить Супера. Вот этот глимс изначально, который он кинул, это был не что иное, как развод на БКБ. Потому что Супер он бы просто в сейв-позицию вернул. Но Супер увидел кучу вражеских героев, вынужден был нажать. Ну или даже можно сказать, лёгкая ошибка, да. Мак в очередной раз въезжает очень здорово. У него, ну он, правда, стрик подслил, но в целом Дарксир выполняет функцию инициатора на все 100%. Откидываются там всякими пингвинами и дефит всё-таки в своей линии. Ну вот, то, о чём говорилось, конечно, пуш слабенький. Долетает Яша сейчас, ну, будет сейчас уже Яша гирокоптера. Добрал он себе эту шмоточку. Ну а дальше уже какое-то МКБ желательно купить, чтобы ДПС поднять. Плюс Рейнс Кинг со своим Радиансом. Он недолго, конечно, живёт, учитывая, что у него нет БКБ, нет толком хитпоинтов. Погибает тупо от каких-то нюбов. Ну чё-то ВК, да. Все просто, увидев то, что у него Радианс и Блэйдмейл, купили БКБшки себе. И в итоге Блэйдмейла они вообще не боятся. Супер. Пробуют развести его на БКБ Night Stalker. Не стал идти дальше. Хотя ночью у Вижен, конечно, такой, что мог бы не скрыться к лапе нигде. Адалютно. У Веги нужно купить гем. Есть он или нет? Я не вижу. Да, гему я у них не вижу. И ну, либо до Рошана купить гем и за счёт него забирает, либо после того, как появится Рошан, забирать аккуратненько фраг и минусовать Рошу. Кстати, преимущество в 12 тысяч у Веги держится стабильно. То есть пока гем, кстати, гемик не уступает. Появился. Я проглядел его где-то. Практически сразу покупается обычный гем с появлением Аганимона на Night Stalker. И его там какие-нибудь суппорты он всё ему прикупил. И нормально. Ну, ладно. Мало того, что у тебя и так с Виженом проблемы из-за Даркнесса, так ещё и Night Stalker все ворды ломает. Реально чудище какое-то. Мага сразу засанет или, но там есть Гвардиан Грифс, поэтому не страшно. Тауэрс динает. Таким он не отдаёт наглецам. И здесь сразу же много героев перетягивается у Веги, потому что понимали, что Тауэрс спокойно они сломают. Сайленд, неужели придётся БКБ прожать? Неужели придётся прожать БКБ? Сайленд ещё действует. Нет, тут по-любому придётся, потому что уже Дисраптор может вернуть. Ну и в итоге что? В итоге Рошан появляется у нас как раз-таки через минуту. Только что заюзано было БКБ, кулдаун 70 секунд, и может в очень невыгодной ситуации оказаться команда Вичи Гейминг. Заходят пока что Вега, чекают все ворды, понимают, что у соперника Вижена на карте нету вообще. Night Stalker пробежал везде, где только можно. Сейчас остаётся просто аккуратно отпушить все линии, зайти на Рошана, аккуратненько его забрать. В принципе, тот же Герокоптер и там Вайпер могут вдвоём бить, остальные герои просто стоять и смотреть. С Night Stalker зайти как-то неожиданно будет невозможно. ВК вряд ли успеет выформить себе Black King Bar за это время. Да, он близится, конечно, но ещё прилично ему формить. В целом, я смотрю на команду Вичи Гейминг, на их героев, и кроме вот ульта Operation, какого-то переворота, ну в сочетании с Sonic Wave, какого-то жёсткого переворота нету. В то время как у тех же игроков в Веге, там, стенка Дарксира и много. Стенка Дарксира, которая делает ещё иллюзию хорошую с Радиансом. С Радиансом. Тоже приятненько, супер. Ну, в очередной раз ему придётся прожать по ходу БКБ, хотя тут никто больше не помогает на сталкеру. БКБ на кулдауне было бы не очень приятно. Бать. Ну и в итоге отпушили все лайны, можно пытаться заходить на Рошу аккуратно и бить его. Что их делают? Вдвоём заходят на Рошана. И наглую начинают его пилить. Опять же, долго, 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 долго. У Герокоптера там еле-еле 200 дэмэджа напикивает. Хорошие пингвины ульта Operation, но на этом всё. Они закончатся и спокойно Рошана в Вегу заберут. Так, Найт Сталкер в какой позиции находится? Выходит на Operation, нападает на него. Operation абсолютно один. Квапа заблинковывается в лес. Ошибка от Супера. Ой-ой-ой, Супер. Супер, да, прожимает БКБ. В итоге отблинковывается. Эта ошибочка может уже дорого стунуть. Я не знаю, что с Супером там творится, но он явно не в своей тарелке. В итоге потратил БКБ. Нету аппарата. Бежит Найт Сталкер дальше. Может попытаться зацепить ВК, у которого нету никакого эскейпа. Его возвращают. ВК минус первый раз. Что-то никто не хочет бить. 16-й левел. Бьют. Пошла ульта. Первое, что вы забрали. Собирая тем временем Найт Сталкера выбивают. Гемб, ВК очень плотный. Паша очень больно. Паша живёт. Регенерация у него, конечно, жёсткая, но нет. Он погибает. Всё-таки Гордан Грифс и не спасает. Мак тоже еле живой убегает. Стоять также побитый. Айс Бласт на No1. Но Он ещё замёрзнет. Попытался сделать телепорт. Но, понятное дело, что здесь он даже ТП не успевает заюзать. Его порвало на части. Ого! А чё-то Вега-то подзавклились с этим Рейскингом. Как-то долго они его убивали? Очень толстый оказался. И вместо того, чтобы всё разом всадить, чё-то как-то побоялись, не решились и дали слишком много времени. В итоге теряют троих. Смотрим Fight Recap. 3000 зарабатывают Вич и Гейминг. Вега теряют 700. Самое неприятное для них, что они сейчас отдадут Рошана. Да, и Darkseer там толком не прокуставался. Но хотя там, на самом деле... Так что-то дадут Рошана, если сейчас дистраптор без ульты. Но дистраптор может элементарно запереть и с иллюзиями. Вакуум на горку. Вакуум на горку. Вакуум на горку! Не-не-не, вакуум не на горку, но вот запереть бы всё это дело. Но тогда да. Если ты не запираешься, то толк от этого маловато. Иллюзии все умирали от Рошана. И провал, конечно. И то провал! Тогда уж лучше вакуум на горку было бы. Ну да, чтобы хоть как-то они не могли слезть оттуда. Правда, Соло выгрызается. Клопа очень битая. Вешает Сайланс. Клопу возвращают куда-то не туда. Рубик очень плотный. Ставится хороший! Ай-яй-яй, и Квиннов пойнуть отсюда уже не может. Ай-яй-яй, так же побитый. Пришел сюда Рейс Кинг. Станчик, есть Сайланс. Соло. Подходит Герокоптер. Соло до конца. Соло уходит. Герокоптер расправляется с одним. Рейс Кинга тоже нужно убивать. Рейс Кинга должны добивать. Добивают Рейс Кинга. Ультимейт. Повесить какой-нибудь Сайланс на него. Неужели в Вегасе переиграют драку? Пошла ульта Апарейшн, но добивают аппарата. Остается Бёрнинг. Он гонится за Пашей, но Паша отходит. Возвращает в итоге Клопон. Да, там два байбэка, поэтому надо быть поосторожней. Но этот сталкер дает хороший вижен. И опять на Рошана пойдут. То есть, Блаз был только что потрачен. Ну и плюс... Опарейшн в таверне. Опарейшн в таверне, да. Вот это размен. Две тысячи зарабатывают, но за счет двух байбэков. Так, вкатывается очень нагло. Сайсайз. Не успевает заюзать он свой ультимейт. Еле-еле его все-таки закатывал. Паша погибает. Сонник Бой вам сдуло его. Осколыч вгрызается в Супера. Но он также его грызет. Прошел сюда опять Рейскин. 20 секунд ему до ультимейта. Если получится убить его до рекомендации, это будет очень круто. Но походу еще самого надо как-то выжить. Вайперу. Замедляют атаку. Вайпер Гем. Ворвается атаксир. Дает грибзы. Нужно. Вытягивают Рейскинга на горку. Летит ульта Опарейшн. Не должна ни в кого попадать. Да, Рейскинг в итоге спасается. Вращают Рубика у нас назад. Есть ульта у Бернинга. Добивают Вайя. Бернинг. Не знаешь, что ему делать. Ульта есть. Какая же затяжная драка. Толгу нет. Бам. Скриты. Очень больно. Подрубают Блэдмейлы. Макс сразу же прячется. 16 секунд ему до ульты. И тут уже особо не помансуешься. Вакуум. Ай-яй-яй. Еще бы чуть-чуть бы пикселем вправо. И было бы замечательно, получается, выбить Рейкарнацию. Но это то, что получается сделать. Рейкарнации теперь нет. Продолжается у нас бесконечная драка на Рошане. В этот раз выигрывают. Нет, в этот раз опять выигрывает ее Вега. Проблема в том, что остается Бернинг. И байбэк Найт Сталкера вынуждены отступать. Все готовы драться. Макс остается здесь, на месте. Несмотря на то, что ХП у него нету и маны тоже. Рошан смотрит уже за тем, как умирает десятками героев. Пачками просто. Ждем ульту Оперейшена. Все ради Рошана. Он уступает ночь. Это плюс, конечно, для Веги. По-моему, уже целая ночь и день прошли на этом Рошане. В обнимку они теперь с Рошаном. Ну, они, да, забирают. Тут уже Лайз Бласт, но уже пофиг. Поздно. И Вега... Все-таки Вега сделали это. Что-то да. Самая лютейшая драка за последнее время, которая была за Рошика. Это пипец. Реально пипец. Ну, вот у Веги уже вторая такая ситуация. Найт Сталкер. После байба. Начинают его бить. Возвращают в ВК. И без ВК дэмэджа не так много. Вешают Сайланс, вешают Глиммер Кейп. Найт Сталкер выживает. Соло нужно быть аккуратнее. Что с гемом? Гем у нас, насколько я понимаю... Вообще непонятно, где гем. Давай поклацаем по героям. Гем на базе у Веги. Да, походу. Забрали все-таки. Это тоже была довольно важная драка, потому что без гема здесь... Ой-ой-ой, шивка появляется еще у Дарксира. Что ж ты, маг, делаешь-то? 9-2-9 у мага. Ну, маг просто невероятен. Но Дарксира не зря банят. Дарксира не зря банят. Вот он мощный дедулечка. В связке с гирокоптером, когда все оказываются в куче, очень тяжело с ним. До сих пор у Рейс Кинга, как мы видим, нету БКБ. Он купил себе Блинк для того, чтобы хоть как-то иметь возможность врываться. И сейчас идет вниз. Готовы Вега к тому, чтобы встречать? Найсталкер. Передает ему кем. Бежит. Нужно разбивать варды. Да, видели Соло. Не видели вард при этом. И отступают. Бегут дальше. Таск. Владмир себе фармит. Таск. Что Соло? Хоть вард один найдет. Да, нашел вард, правда, который уже заканчивается. Но два варда остаются в лесу команды Вега. Их бы тоже неплохо было бы сбить. Тем временем, Нуан фармит себе МКБ для того, чтобы под Родиансом не мазать. Достаточно тоже важный момент. Уже 18 левел у Вайпера. Он имеет почти 2 косаря хитпоинтов. Резисты, в принципе, физические, магические, очень хорошие. Субить его будет тяжеловатенько. Тяжеловатенько. Тем более, есть БКБ, что еще более плотным делает этого персонажа. Пусть и не долгое. Сколько оно там уже? Наверное, 6-7 секундное. 7 секундное. Ну, да. Ну, хватает. Нормально, да. Еще нормально. Гирокоптер с 6-секундным БКБ. И соло фармить себе БКБ. Ну, да. 3 БКБ это будет... Ну, вот одна МКБшка есть. Еще гирокоптеру желательно, конечно, тоже поработать над этим аэтомом. Прикупить его. Можно там сейчас какую-то аквилку поменять на демонейдж. Ну, а дальше может это делать. В принципе, МКБ. И нормально. Не, он, походу, взял что-то другое. Демонейдж, слава богу. Ну, аквилу не хочет продавать. Агейки с выпадет. Аквила наше все. Ну, мог бы хотя бы, если не продать, то поменять. Демонейдж, я думаю, полезнее будет, чем аквила. Конечно, 9 демаджа, 9 агил, совершенно нечто. Я вру, по-моему. Демонейдж не покруче будет, чем аквила. Аквила сама по себе урона дает. Немало, еще это аура с армором там и так далее. Учитывая, что в команде ее нету. Тем временем пошел, у нас поставил вот такие вот супер агрессивные варды Сема. 5 где-то на передовой. И ломают вышку. Ничего не успевают разменять, разве что сплитпушить неплохо. Но ВК за счет своего радианса фармит, конечно, быстро. Ну, что он себе после радианса нафармил-то, по сути? Он даже БКБ, если я не нафармил. А, да, блинг, точно, точно, точно. И он уже БКБ. Да, но все равно не супер, конечно, быстро, потому что просто элементарно ему не дают из этой базы выйти, если бы он имел возможность сформить. Без радика, да, без радика он бы... И заходит Смок, нажимают на свитчи гейминг. Есть у Паши Аегис. Паша подставляется, запрыгивает. Рубик, нужно врубать... Пошелось Бласт. Очень больно БКБ. Успеть ли хотя бы прожать? Да, успевает прожать БКБ, но в любом случае без вариантов для вайпера. Его стерли слишком быстро. Стенка стоит шикарнейшая. Супер, минус. Сайланс кидают на Бернинга. Бернинг погибает. Есть у Аегиса Паши. Бернинг должен погибнуть. Есть реинкарнация. И один и второй возрождаются. Врубаются Блэдмейлы Бернингом. И уже не так хочется его дамажить. Рубик, почти отъехал от этих Блэдмейлов. Его все-таки добивают. И вынуждены отступить. Стенка, конечно, была шикарная. Но вот то, что вайпера моментально так убили, это, конечно, беда. Первое решение от Вич и Гейминг. Понимали они, что если кого-то убивать, то убивать как раз-таки героя, у которого Аегиса нет. И не ожидали Вегу. У них стоял Вард. Они думали, что соперник не знает об этом и видит все. Но в итоге оказалась такая ситуация, что они в смоках зашли. И очень важный момент. Еще очень важный момент. То, что Герокоптер был на тот момент без МКБ. Вот сейчас он забрал МКБ. Ну, у него было Егис. У него не было слота. А потом он в замесе доформил свой МКБ. Пару героев убил. То есть, если бы он элементарно доформил бы Крипов, и у него был бы МКБ в замесе, то там, я думаю, рожки-доножки остались от Вич и Гейминга. Ну, аппарейшн у них хватило пару тычек как раз-таки. И ситуация с МКБ бы изменилась. Паша. Ну, не зацепить Бёрнинга. У него блинг. Он, скорее всего, прочитает ситуацию. Более того, есть ульта. И еще и БКБ. Да, тут тяжелая. Почему бы на единичку все-таки эту ракету-то не прокачать? Ну, я вот не понимаю. Она же реально такая. Столько геморроя доставляет и станет на 2.2. Ну, вот почему. Он просто прокачает эту ракету. Боже ж ты мой. Она же стоит 120 маны, копейки. Тем более, скиллпоинт-то уже заканчивается. Сейчас придется качать, никуда не деться. Так, реально полезная ракета. Анимация не кокущая. Рейншкаста огромнейший. Ладно, когда там в пабликах какие-то наркоманы ее не качают. Типа, о, там, каждая копейка этого демеджа и всего тебе надо. Ну, ракета же имба. Ой-ой, Бёрнинг врывается. Вынужден прожать БКБ. Но это развод самого себя на БКБ. Да, такое себе. Если сейчас еще получится вернуть обратно Бёрнинга, это будет провал с его стороны, но нет. Его никто никуда не возвращает. Долгое БКБ пока. Не собрано играет. Да, по поводу ракетки, интересно, наблюдал пару раз ситуацию в профессиональных, в соревновательных играх, когда гирокоптер стоит на лайне соло и понимает, что за счет рокет-борожая ему никак цель свою не поймать. И он качает ракету. Ракета наносит лючейший демедж. Да сейчас уже дело не в демедже, дело именно в дизейбле, то, что эта ракетка, она в тебя по-любому долетит. Кому-то сбивать надо. Да, если вдруг еще ее будут бить, то это вообще наоборот только плюс. О, типа, там взрывается у нас. Бомбанул пукан Бернинга, видимо, от того, что не все идет так гладко. Да, но пока еще рано бомбить, пока еще все вполне нормально и у одних, и у других. Вега имеет довольно серьезное преимущество, так и не могут его довести до победы. Вот как-то обидненько будет, конечно, проигрывать подобную встречу. Предыдущую это было встречу, обидно проигрывать. Но эту, если проиграет, это будет, конечно, совсем провал. Но пока все хорошо. Все под контролем. О поражении пока речи нет. Здесь пик веги смотрится слишком грозно в войте. Но, правда, такие герои, как Рубик, они, конечно, могут изменить очень многое. Вот он взял себе аганим, и теперь у него аганимная стенка, может быть, аганимный... Аганимный ульдисраптора также очень опасен. Кулдауна, если какой-нибудь сопрет, да. Ульдисраптор очень сильная штука. В принципе, больше ничего и не может такой прям жесткая стериль. Ульдисраптора и именно стенка самые страшные сплэ. Да. Самое страшное здесь то, что аганим дает ему бешеный радиус и очень маленький кулдаун. Он может воровать, 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 воровать. У вайпера тоже ульдс воровал, кинул в кого-то. Да, вот у вайпера ульдс он всегда может забирать. И это 100% на ульт сворованный, потому что больше нечего. Всегда приятно и удобно. Ты не думаешь, что там скастовал этот герой. Ты просто жмешь и знаешь, что у него ты всегда свороваешь один спл. Соло. Соло с аганимом. Давайте посмотрим, что он видит. Видит пока что Квапу. Видит также Таска. Квапа накатывается в Солоча. Начинается драка. Квапа тратит БКБ. Соло стирает в секунду. Сразу вижен пропадает. Стоит ульта Дисраптора. Ноуан отправляется домой. Ну и Соло в итоге отдал тебя. Чудом на самом деле каким-то Ноуан улетел с Телепорта, но вот так вот. Странная игра от Веги. Причем такое ощущение, что это была не ошибка Соло, а все они туда пошли в надежде на то, что получится что-то сделать. Разве что развели на БКБ. Ну и правда вайпер потратил тоже БКБ. Так что здесь тяжело. Накидывает еще такие маг у нас. Убегает вверх. Понимая, что за ним наверняка уже выехали. И он чертовски прав. Маг уже в рефрешер или в хекс входит пока не ясно. Да, тяжело здесь сказать, что лучше будет рефрешер или хекс. С одной стороны хексить кого-то было бы неплохо. С другой стороны ну рефрешер на Драксире. Ой, ой. При таких-то айтемах рефрешер очень. Затыкался. Глиммер кейп, телепорт, ролл. Красавчик. Ну а в итоге за магом тут настоящая погоня у нас была. Делегация такая выехала. Только улдаун откидывает по крепасикам. Паш очень аккурат играет. Практически вот в таких ситуациях, когда идет какое-то затишье, пока что не подставлялся. Но одна ошибка здесь может стоить игры. В этот момент в миде у нас. На вайпера. Нет, не будет выхода на вайпера. В общем, клинов. Так, а зато Дистрафтера рассекретили, я не знаю как. Но Бернинг просто тупо прыгнул и убил. Как будто знал, что там Дистрафтер. Бернинг, Вайпер. Жмет БКБ. Уходит. Да, вы на деле поражать еще раз БКБ Вайпера. Только что она откатила, по-моему. Но это лучше, чем терять жизнь. Но с Моншардами Рейскинг становится лютейшим ДПСером. Если ему будут давать бить, а у него БКБ, по сути, его никто не может остановить. Даже если ульт Вайпера будут закидывать, все равно там ДПС будет сильный. Дерксир врывается, дает Шиву. Бернинг. Блинка просто вот так вот ему дали. Да, игра начинает набирать обороты. Рошан. Обе команды очень хороши. Но и там, и там, время от времени какие-то фейлы происходят. Смотря на то, что преимущество вроде у Веги, а по факту не сильно и уже заметно. Я бы сказал так, что каждый такой вот мини-фейл команда соперника использует очень жестко. Поэтому здесь... Рошан очень быстро падает. О, да, берут. Ничего не дают сделать. Дерксиру не ворваться. Нужно валить. Валить. Ну, Таск цепляет Герокоптера. Квапа здесь же с дабл дэмэджем, с гемом, с Аегисом. Вынуждают сжать БКБ. Ну, нечем сбить. Да. Варлус Панч потрачен, поэтому можно расслабиться. Да, хотя бы так. Ну, легко отделалась Вега. Здесь, конечно... Если бы они попали вот в тайминг, когда еще били Рошана, какой-то вакуум на эту горку или просто хороший вакуум, могло что-то получиться, но в ситуации, когда Рошан уже упал, да, бёрнинг что-то произошелся. 23 левел, криты, дэмэджа много, муншард. Да и вот атак спид, которого так сильно не хватает. Да, но тем не менее, 2400 хп, это единственное, что есть на живучесть у Рейс Кинга, по сути. Ну, его тяжело забирать. У него армора всего девятка. Его как-то очень тяжело забирать. То есть он падает там и первый, и второй раз долго. Уже не как в начале игры, когда ты мне там все выдаешь. Ну да, уже 23 левел. На атрибут бонусов хорошо выезжает. Видел мага? Как же он читает-то все, а? Маг, правда. А, нет, не маг, это Паша. Я думал, что маг оказался на горочке. Было бы очень обидно. Супер, с Аигисом ничего не боится. Взял Секирасу. Супер. Ночь. Видит супера. Падает. Неплохой колдаун. Цепляют Айсайсайс, Айсайсайс. Сноубол. Цепляют также на Уана. Ульт. Также больно на Уану. Откидывается он своим ультиматом Бернинга. Пытается уйти из телепорта, но залетает Бласт ТП сбивает, погибает В итоге все-таки это Вайпер И Бернинга, иллюзия, собственно Боже мой, как же иллюзии-то наваливают Бернингу, но все нормально, Бернинг жив Отхиливается, забирает соло Байбэк нет у Найт Сталкера, байбэка нету У Вайпера И выбили только Егис из Квин оф Пейн, да, Квин оф Пейн Еще стоит отметить вот эта аура Которую нельзя недооценивать, аура Рейс Кинга У Квапы как будто там Доминатор Или даже похлеще, она Жестко отхиливается, у нее кираса, у нее много Дэмэджа. Гирокоптера Практически дебабки на Баттерфляй, но ему желательно оставлять Нам байбэк, само собой Дается ультой Желательно еще разочек Ударить по крепикам И с Муншардом, Рейс Кинг, у него Еще есть сыр В сути три жизни у Рейс Кинга Он зааннигилирует, глимцом тут Возвращает дефлай своих соперников Сворал Рокет Бараш, но это минус бараки В бараке нельзя драться ни в коем случае Нужно ждать Найт Сталкера, нужно ждать Вайпера Ой-ой-ой, а у Деструктера Хотя бы даже того же ультимейта нет Чтобы поставить, Паша встрял Паша очень больно, пошел Айс Бласт на опережение Скримчик на Айс Бласт не попадает Паша, хорошо Очень-очень-очень даже хорошо Дейдалус, супер, ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой Кираса и Дейдалус С Фадаврой и ВК У бить его будет очень тяжело Если он будет сражаться Он же сам будет разваливать кабины Пошел Герокоптер, вакуум Вот на бой Ну, такая, глименький, конечно, вакуум Стенки вообще еще до сих пор нет А вот это хороший вакуум, от флая Убирают у нас Герокоптер Он байбекается Зайфаем, гонится Найт Сталкер Но Найт Сталкера в БКБ зажимают в кустах Отсвечивают сигилем Да, в итоге Найт Сталкеру сбивают ТП, минус Найт Сталкер Байбека нет Дарксир также в таверне Ноуан погибает Байбека Байбек есть Байбека Дарксира Байбек от Ноуана Дарксир вписывается Ну, по-моему, здесь уже по инерции Какой-то такой легкий фит идет Шансов все меньше и меньше у Веги Ну да, два лайна упала Вакуум сбили Фенриру ТП Надо его тоже забирать Супер подкинулся на помощь Но тут еще и форс И как-то мага никто не поддерживает Тиммейты далековато Только-только подкинулся на ван Сейчас маг еще и зафит может спокойно Байбеков нету Нужно играть аккуратно Ну, здесь уже решают отойти Рейс Кинга, как ни крути, потеряли Это слишком большая потеря Да, и байбека было использовано Вегой Они потеряли 4,5 тысячи золота А дали золото сопернику Это без учета падающих вышек, бараков Ну и в принципе падающие бараки Воу, вот это камбэк Это реально просто камбэчища А как играть 20 косарей Не хотелось бы заходить Каждый раз заходя в лейт Их пик Ну даже не то, что их пик Они здорово реализуют своих героев И по тимфайтам потихонечку Вегу опережают Ну, немножко здесь я, конечно, сглазил Хорошее начало было действительно от СНГ команд Но я не отказываюсь от своих слов Начало хорошее Немножко не хватило дожать тех же ЕГ и Вич И я не знаю, как там ОВП было Но Веге реально не хватило немножко Здесь уже, конечно, будет тяжело Но еще поборется Еще поборется, конечно же, Вега Потому что теперь уже Теперь уже на базу к Веге будут заходить Вич и гейминг Если Вега будут у себя там сидеть на ХГ То вот черт его знает Купил себе маску Паша Ну, портив аппарат от... Боже, супер! Так он плохо начал Но сейчас у него появилась Кираса У него даже сейчас статистика какая себе 10-8 Одним кликом практически купил Дейдаус И сейчас у него еще 5200 сверху Денег очень много Такая Кирнаф Пейнт прощать не будет Очень много урона Очень много урона будет выписывать Ну и ждем Ждем каких-то действий Рошан пока что в таверне Еще 2 с лишним минуты Он как минимум будет Вич и гейминг захватили карту Пайд-аганим Появляется у него тот самый Варлус Кик Тяжело рассказать, насколько против Пика Веги хорош Но все равно спелл, который тебя отбрасывает Он в лейте сильно может зарешать Это как дополнительный какой-то такой форстап С другой стороны, насколько целесообразно Вообще тратить такие деньги Но Я думаю, что АССАЗ знает Кстати говоря, он уже собирал не первый раз Играет на Тасике много И как раз таки Где-то я в Твиттере видел, что Мол, его там спрашивали Как тебе вообще Аганим-то? Он говорит, ну я его парочку раз уже в профессиональных играх Вообще-то собирал И Аганим вполне хорош Напомню, первый раз АССАЗ купил Аганим на Таске В шоу-матче 10 на 10 Если это был он По-моему, это был он И засейвил Трон с помощью Варлз Кика Буквально, не хватило Хао тогда Чуть-чуть, чтобы добить Это был один из самых пищных камбэков Шоу-матч, который действительно стал шоу-матчем Пожалуй, первый из всех Так, ну что, Рейс Кинг Рейс Кинг в случае чего может байбэкнуться и Травела себе даже купить В случае у Рейс Кинга может быть 3 жизни, а то и 4 Потому что там Реинкарнация-то, наверное, откатит Откатит Вакуум встягивает Night Stalker Ответный вакуум, вот это уже неплохо, но все в сноуболе Ставится одна, стенка вторая Аяяяя, стенка ответная ставится, это очень неприятно Она еще и агонимизированная, довольно сильная получается Бернинг, Бернинг погибает, его зафокусили Первый раз Второй раз Второй раз Его начинают потихоньку подпиливать Не дают ему прыгать с даггера Ну и уходят Возвращают обратно И не уходят Зажимают Кинетик филдом, Бернинг отпускать Не хотят, его очень больно наваливает Вайпер, прям нереально боль Ему бы еще какие-нибудь криты Вообще было бы супер Замечательно Врывается Саверлус Кико 2 Саверлус Панча Фай пытается уйти Не отпускает здесь Таска И получается минус 3 Вообще сложности Какая-то вообще Тотальная анархия Дважды удается убить Рейс Кинга Забирают также Опарейшн вместе с Таском Хорошее использование Варлус Кико Сейчас вы могли видеть Как раз таки запрыгивает В кучу врагов И выпинывает Какого-то персонажа К своим Такое Ну что-то типа Свапа получается В целом конечно Свап-то попроще Но учитывая остальные С пылы Тусика То что есть здесь И Варлус Панч И Шарды И Сноубол Получается Очень серьезная комбинация С пылом МКБ у Квин оф Пайн У нее уже практически Четыре сотни урона С руки А так как бы Два удара в секунду Ого Неплохо Физикой Собирается раздавать Клопа Ну и появляется Рошан Не успевает Вега Взойти на Рошана Дарксир покупает Хекс Вакуумом пытается Эввай стянуть Мага Но Маг Не поддается Да Не просто Веге сейчас отпушить Все линии давятся Нужно каким-то образом Выйти на Рошана Пока еще в таверне Хотя бы кто-то Но это сделать Не так просто Да И гирокоптер Берет себе Трэвела Понимаешь что Ну здесь Без них уже никуда Мобильность нужна Да Без них никуда Нету просто Слота под телепорт Иначе И идут Идут все-таки На Рошана Ну не успевают До того как Выдут все из таверны Дэмэджи конечно Очень много Рошан упадет быстро Ну посмотрим Паша Впереди планеты всей Денег вообще нету Байбэков у Веги Нету Ни одного И это Легкий улын Или тяжелый улын Да Заходит один лишь Только Паша на Рошана Ему должно хватить Урона Для того чтобы забрать Но Долго он это будет делать Да И линии пушатся Залетает Ульта Опарейшена А вот сейчас Нету айс бласта И без айс бласта Можно попробовать Прожимаются Смолки Вичи гейминг Вичи гейминг Находят Соло реагирует КБшенька Ингвин Закрывают Соло Соло Нет Соло не спасти Таск Закатывается еще дальше В Сему Барлус панч Сема Раскрат Неплохой Но нечем запереть Гирокоптер кастует Свой ультимейт Мага Изничтожают Дисраптор еле живой Падает Ноу ван Байбэка нет ни у кого Нереально много дамажит Просто тупо Нереально много КГ Конечно Минус 5 И Вега Терпят крушение Как же Жестко играют Именно вот На таких минутах Вичи гейминг Я бы сказал Даже не Рейс Кинг жестко дамажит Посмотри на Файт рекап Супер Со своим МКБ И Дейдаусом 5400 урона И Большинство из этого Физика На Вайпер байбэкается Но Супер с руки Сейчас Слишком быстро Уничтожит трон Портификайшн Вега не хотят сдаваться Но ГВП пишет Соло Да Не хватило Того самого В общем Вега во второй игре А в третьей игре Уже Вичи гейминг Смотрелись Посильнее Не сказать Что прямо В третьей игре Вега Чуть-чуть Где-то не хватило Не хватило Много достаточно И этот Рейс Кинг В лейте Казался слишком силен Ну что ж Падают в лузера У нас Вега будут Как и ВП В решающей игре Бороться за выход В шнешетку Бороться за выход Бороться за выход